Много разговоров ходит сейчас о том, кого именно Сталин желал видеть своим преемником. Полвека назад, сразу после смерти вождя, на этот счет ни у кого не было сомнений. Руководителем государства в марте 1953-го стал Георгий Максимилианович Маленков. В газете «Правда» редакционные умельцы так смонтировали старую фотографию, сделанную во время подписания в феврале 1950-го советско-китайского договора, что новый глава правительства Маленков оказался рядом со Сталином и Мао-Дзедуном. Так сказать, три вождя, а все остальные с фотографии исчезли. Главный редактор «Правды» Дмитрий Трофимович Шипилов хотел сделать приятное Маленкову, новому хозяину. Но столь откровенный подхалимаш смутил и разозлил Маленкова. Шипилов даже получил строгий выговор за этот фотомонтаж. Маленков занял кресло Сталина, но чувствовал себя крайне неуверенно и не сумел это скрыть. Именно поэтому Георгий Максимилианович так быстро потерял власть. Вообще говоря, своей карьерой Маленков обязан жене. Они познакомились в 1920-м году, когда Маленков был на политработе в Красной Армии, а Валерия Алексеевна Голубцова библиотекарем в агитпоезде. Они, кстати говоря, брак так и не зарегистрировали, поэтому Валерия Алексеевна сохранила свою девичью фамилию. Эта встреча оказалась для Маленкова редкостной удачей. Он обрел не только жену и друга, но и опору. Наделенная волей и характером, Валерия Алексеевна всю свою жизнь толкала вперед вялого и инертного Маленкова. В 1921 году Маленковы переехали в Москву. Георгий Максимилианович поступил в Высшее техническое училище имени Баумана на электротехнический факультет. Еще студентом он стал секретарем партийной организации. Пока муж грыз гранит науки, Голубцова нашла себе работу в ЦК партии, в организационно-инструкторском отделе, которым руководил Лазарь Моисеевич Каганович. Умная жена и привела Маленкова в аппарат ЦК. Один из тогдашних сталинских помощников вспоминал, что Маленков производил впечатление человека среднего и лишенного особых талантов. Но уже тогда он был таким надутым и представительным. Впрочем, может быть, сталинским помощником руководило чувство ревности. Понимая, что семейственность в аппарате ЦК невозможна, Голубцова ушла из ЦК, поступила учиться в Московский энергетический институт. С этим институтом она связала всю свою жизнь. Сначала ее сделали секретарем партбюро, потом назначили директором. И, кстати, ее директорство пошло институту на пользу. Голубцова заботилась о своих студентах и следила за тем, чтобы институт шагал в ногу с прогрессом. В частности, она открыла модный тогда факультет электровакуумной техники и специального приборостроения и уговорила поступить туда сына Хрущева, Сергея Никитича. Это со временем привело Хрущева-младшего в конструкторское бюро создателя баллистических ракет Владимира Николаевича Челомея, что сыграло немаловажную роль в судьбе отечественного военного ракетостроения. А Маленков в 20-е и 30-е годы неуклонно поднимался по ступенькам партийной лестницы. Первым Георгий Максимилианович оценил Каганович. Он привел Маленкова к Сталину. В 30 с небольшим лет Маленков возглавил важнейший отдел руководящих партийных органов ЦК. У Маленкова была масса достоинств. Прекрасный почерк, отменная аккуратность, бумаги всегда были в порядке. Когда входил посетитель, он поднимался ему навстречу. Когда собиралось высшее партийное руководство и Сталин начинал что-то говорить, Маленков немедленно вытаскивал записную книжку и заносил туда все слова великого вождя. Когда Сталин давал ему какое-то указание, Маленков мог свернуть горы. Он преодолевал любые барьеры, шел на любые жертвы, только бы быстро выполнить указание вождя и доложить ему. Идеальный исполнитель. Маленков работал под непосредственным руководством Николая Ивановича Ежова, который ведал практически всеми партийными делами и в первую очередь кадровыми. В сентябре 1936 Сталин сделал Ежова наркомом внутренних дел и стал искать ему замену. Ему нужен был столь же надежный, безотказный и преданный человек. Он остановил свой выбор на молодом Маленкове. Через три года именно Маленкову Сталин поручил подготовить арест Ежова. Прямо в кабинете Маленкова после короткого разговора бывшего наркома внутренних дел арестовали. Георгий Максимилианович распорядился немедленно вскрыть служебный сейф Ежова и доложить, какие документы хранил у себя Николай Иванович. Перед войной Маленков вошел в состав высшего руководства. Возглавил управление кадров ЦК, состоявшее из 45 отделов. То есть держал в руках весь партийный аппарат. Товарищи по партийному руководству снисходительно называли Маленкова телефонщиком. Эд Хрущев вспоминал, что Маленков всегда держал трубку телефонную в руках. Что-то узнать, дать указания, сменить кадры – все это он предпочитал делать по телефону. Встречаться с людьми, выезжать на места не очень любил. Дело в том, что в отличие от других партийных руководителей, Маленков не работал ни в промышленности, ни в сельском хозяйстве. Он не руководил ни крупным предприятием, ни министерством, ни даже партийной организацией. Это был недостаток по тем временам. С предвоенного времени Маленков – непременный участник всех совещаний в кабинете Сталина. Вместе с наркомом обороны маршалом Тимошенко и начальником генерального штаба Жуковым, Георгий Маленков 22 июня 1941 года подписал первую директиву войскам. Через несколько дней вождь включил его в состав Государственного комитета обороны, состоявшего всего из пяти человек. Собственно говоря, само постановление о создании ГКО написано рукой Маленкова. Во время войны он несколько раз по указанию вождя выезжал на фронт, но в отличие от Берии, Булганина или Хрущева не стал членом военного совета какого-нибудь фронта. Вождь привык к Георгию Максимилиановичу и не отпускал его надолго. А вот после войны для Маленкова начались трудные дни. Существовало там несколько таких группировок известных. Это вот Ждановская, Ленинградская группа, так сказать, с которой расправились в 49-50-м годах. Существовала Маленковская, этот Беревский тандем такой политический. Это за ними стоял военно-промышленный комплекс. И как бы существовала еще вот эта, так сказать, придворная партия, придворная комарилия, ближние, что ли, как бы, так сказать, люди, родственные даже. Это вот и Василий Сталин, и Власик, и сюда же и Поскребышев входил. В 1946 году Сталин разослал членам полетбюро письмо, в котором говорилось, что в авиационной промышленности вскрыты крупные преступления. Заводы давали авиации негодные самолеты, а командование военно-воздушных сил закрывало на это глаза. Таким образом фронт получал недоброкачественные самолеты. «Аварии шли за авариями, и расплачивались за это своей кровью наши летчики», – писал Сталин. «Нам помогли вскрыть это дело летчики с фронта». Но в делах нет ни одной ссылки на мнение летчиков. Вот и возникло предположение, что таким летчиком мог быть только генерал авиации Василий Иосифович Сталин. Он пожаловался отцу на плохие самолеты. Авиационное дело Сталин поручил начальнику Главного управления военной контрразведки СМЕРШ, генерал-полковнику Виктору Абакумову. А куратором авиационной промышленности был член Политбюро и секретарь ЦК Георгий Максимилианович Маленков. Абакумов арестовал двух сотрудников управления кадров ЦК, которые занимались авиационной промышленностью и непосредственно подчинялись Маленкову. Эти аресты подорвали позиции Георгия Максимилиановича. Разоблачал его ошибки и промахи новый выдвиженец Сталина, секретарь ЦК Алексей Александрович Кузнецов, выходец из Ленинграда. Сталин лишил Маленкова должности секретаря ЦК. Следующим шагом мог стать арест. Но Сталин передумал. Он привык к Маленкову так, что опало продолжалось недолго, всего три месяца, до 2 августа, когда Сталин сделал Георгия Максимилиановича своим заместителем в правительстве. Маленков навсегда возненавидел своих обидчиков – Василия Сталина, Алексея Кузнецова и Виктора Абакумова. Он ждал возможности рассчитаться. И повод представился. В Ленинграде в январе 49-го провели оптовую ярмарку. Маленков тут же доложил Сталину – ярмарка проведена без санкций Москвы. Ленинградцы самовольничают, ЦК им не указ. Все решают сами, а их покрывают выходцы из Ленинграда, в том числе секретарь ЦК Кузнецов. Сам Кузнецов ничего не подозревал. Однажды, вернувшись из Кремля, отец здесь, я помню, моей маме сказал, «Зина удивительная, мы сели в лифт вместе с Маленковым». Я поздоровался, а он отвернулся, даже как будто бы меня не заметил. Как и Ежова, Алексея Кузнецова арестовали прямо в кремлевском кабинете Маленкова и отправили в особую тюрьму, которую по указанию Сталина создавал лично Маленков. Летом 51-го настала очередь Абакумова. Подчиненные Маленкова нашли среди чекистов человека, недовольного Абакумова, старшего следователя подполковника Михаила Рюмина. Прямо в приемной Маленкова подполковник Рюмин написал письмо о том, что министры и его люди плохо расследуют деятельность вражеской агентуры и скрывают от товарища Сталина собственные промахи. Маленков доложил Сталину, Абакумова сняли с должности и арестовали. А расстреляли его только через три года, в декабре 54-го, когда Маленков был главой правительства. Маленков, освободившись от Абакумова, отправил в госбезопасность своих людей. Я катался вот в Останкино-на-катке, подхожу к дому, стоит этот здоровый кабриолет, в котором меня здесь я напалибировал, думаю, к кому это приехали. Поднимаюсь к себе на третий этаж, у меня однокомнатная квартирка была, слышу мужские разговоры. Месяц, месяц. А я в лыжном все это. У вас Маленков говорит, вы с Россией должны поехать. Я говорю, мне надо переодеться. Нет, а сказали, в каком виде в таком доставить. Я говорю, я переоделюсь. Переоделся, и мы, знаете, как эти машины ходили, с очвистом. Поднялся я на секретарский этаж к Маленкову. У него был Арестов Аверки Борисов, секретарь ЦК, и Игратьев, Семен Денис, секретарь ЦК, он же представитель комитета госбезопасности. Я представился, Маленков вышел из-за стола, поздоровался, я поздоровался с товарищами. Николай Николаевич, мы решили просить вас прийти на работу в связи с участием по особо важным делам. Осенью 52-го на 19-м съезде партии Маленков делал основной доклад. Под знаменем бессмертного Ленина, под мудрым руководством великого Сталина, вперед, победа коммунизма! Вождь вообще поручил ему все партийные дела. Георгий Максимилианович стал правой рукой вождя. Без него не решалось ни одно дело, ни в ЦК, ни в Совете Министров. На него и смотрели, как на наследника Сталина. Последние месяцы жизни Сталина, это вот зима 52-го года, когда Сталин, 53-го года, когда Сталин практически находился только на ближней своей даче, вот, вся переписка и все, так сказать, дела шли исключительно через Маленкова. И что раньше, так сказать, решал Сталин, делал теперь и Маленков. И потом он уже докладывал, приезжая периодически, наезжая к Сталину на дачу, там, вечером, когда у них эти посиделки устраивались. Вот. И тот ему все это, так сказать, разъяснял и давал устные указания, как надо поступать. Но при всей своей власти Маленков был начисто лишен самостоятельности. Он смертельно боялся, что любой его шаг может не понравиться Сталину. 5-го марта 53-го Маленков возглавил страну. И сразу же стало ясно, что ему не хватает ни характера, ни жизненного опыта для сколько-нибудь самостоятельных и решительных действий. Маленков не был маньяком власти, который думает о ней каждую минуту своей жизни. В отличие от настоящих властолюбцев, он находил время для семьи, любил читать детям вслух, по субботам и воскресеньям на даче смотрели кинофильмы, после войны в основном трофейные. Став главой правительства, Маленков часто говорил своим подчиненным, ну этот вопрос вы знаете лучше меня, что я вас буду учить? Действуйте! Маленков-то полагал, что он дает возможность людям развернуться, показать себя. И сильно ошибался. Чиновники боятся и уважают только начальников жестких и жестоких, а мягких и либеральных презирают, считают слабаками. Люди, знавшие Маленкова, действительно отмечали, что диктаторских черт у него не было. Напротив, он был скорее мягким и безвольным. И поэтому испытывал неодолимое желание притулиться к людям с сильной волей. Он и притулялся к Ежову, Сталину, Берии. В первые месяцы после смерти Сталина страной управлял тандем Маленков-Берия. Формально Георгий Максимилианч был старшим. Фактически Берия подчинил его своей воле. Лаврентий Павлович презрительно именовал его Маланьей за мягкотелость и пользовался его слабоволием. Для Берии Маленков был удобной ширмой. Маленков согласился убрать Берию, потому что тоже его боялся. Маленков не понял, что тем самым он лишил себя главной опоры. В кресле первого человека он нужен был только Берии. Как только Лаврентий Павлович исчез, соратники быстренько сожрали Георгия Максимилиановича. В одиночку он не мог выстоять против куда более энергичного Никиты Хрущева. Маленков был что изволить. Вот как изволить, так он и будет делать. И он уже плыл по течению. А Хрущев поплыл против течения. Дело не только в том, что по характеру Маленков был инертным и вялым. Он был рожден с душой канцеляриста. Не умел выступать, завоевывать внимание людей. Чисто аппаратный работник. Он чувствовал себя уверенно лишь в собственном кабинете. Хрущев был его полной противоположностью. При Сталине Хрущев набивался Маленкову в друзья. Вечером вытаскивало вместе с семьей погулять по Москве. И в первые послесталинские месяцы, пока Берия еще работал, Хрущев старался держаться поближе к Маленкову. Вместе обедали они, ездили в одной машине. Как только Берию арестовали, Хрущев потерял всякий интерес к Маленкову. Теперь уже Георгий Максимилианч забеспокоился, чувствуя, что власть уходит из его рук. Пытался наладить отношения с Хрущевым. Но было уже поздно. Никита Сергеевич окреп и открыто атаковал главу правительства. 12 марта 54-го, выступая с традиционной речью накануне выборов в Верховный Совет, Маленков сказал, что новая мировая война при современных средствах войны означает гибель мировой цивилизации. То есть он отказался от прежних представлений советского руководства о неизбежности войны и о том, что она поможет уничтожению мирового империализма. Возмутились военные. Хрущев воспользовался этим и устроил Маленкову проработку. Не о гибели мировой цивилизации должен говорить коммунист, а о том, чтобы мобилизовать все силы для уничтожения буржуазии. Хрущев возмущался на плену МЦК. У товарища Маленкова нет твердого характера, хребта не хватает. Обменивались мы мнениями на этот счет, в частности, с товарищем Молотовым. Говорили, что вот Черчилль рвется к встрече с председателем Совета Министров СССР. И право боязно, что если он сюда приедет и наедине будет говорить с Маленковым, тот может испугаться. Во внутренней политике Маленков хотел добиться каких-то позитивных перемен. При Сталине крестьянина совсем разорили. Налогом облагалось каждое дерево в саду. Крестьяне вырубали сады, забивали в скот, не в силах выплатить налоги. Маленков предложил уменьшить налоги, повысил закупочные цены. В промышленности сделал упор на производство товаров широкого потребления. За это его обвинили в попытке снискать дешевую популярность. Маленкова лишили должности главы правительства, перевели в заместителя и еще дали незначительный пост министра электростанции. Очень радовался партийный аппарат. Смещение Маленкова означало, что центр власти вновь из правительства перемещается в аппарат ЦК. Министры опять стали безвластными, и эта традиция сохранилась надолго. Она и сегодня в определенном смысле жива. Только роль аппарата ЦК играет президентская администрация. Георгий Максимилианович не простил Хрущеву своего снятия и ждал возможности отомстить. Хрущев и сам не заметил, как в президиуме ЦК собралась критическая масса обиженных на него людей. Маленков и Молотов, которых он лишил должностей, Каганович и Ворошилов, которых он ругал при всяком удобном случае. В 1957-м они объединились против Хрущева. Они предполагали, что им легко удастся скинуть Никита Сергеевича и вернуть себе власть. Все они себя сильно переоценивали и не замечали, как быстро окреп Никита Сергеевич, как стремительно он освоился в роли руководителя страны. И Хрущев легко их одолел. Все его противники были выброшены из политики. Маленкова из Москвы отправили в шахтерский город Экибастуз. Назначили директором теплоэлектростанции. После многих лет работы в партийном аппарате он был совершенно беспомощен в бытовой жизни. Ходил в том же френче, что и на фотографиях. Держался очень скромно, но на него сбегались посмотреть. За Маленковым следил КГБ. Боялись, что он все еще популярен в народе. Коллектив из-за него страдает. Премию заработал коллектив по показателю. А, Маленков директор. Значит, коллектив премию не получает. Руководители города, там и так далее, руководящие, боятся туда в коллектив ходить. Скажут, якшается с Маленковым. С Маленковым произошла неприятная история. Он потерял партбилет. Люди старшего поколения понимают, что это означало в те времена. Правда, буквально через час пришел милиционер, протянул партбилет, объяснил, вы потеряли его в скверике. Маленков не знал, что делать. По партийным законам он должен был сообщить об утере партбилета. А вдруг он за этот час побывал в руках каких-то вражеских агентов. Правда, прошел всего час. А с другой стороны, а вдруг его проверяют, ждут, как он себя поведет. Маленков сообщил об утере партбилет. Ему дали строгий выговор с занесением в учетную карточку, отобрали старый партбилет и выдали новый. А партбилет у него был 0-0-0-0-3. Первый Ленину, второй Сталину, третий Маленков. Поэтому первым лицом был после смерти Сталина он, не Хрущев. У Хрущева четвертый номер партбилета. После 22-го съезда осенью 61-го участников антипартийной группы стали исключать из партии. В чем обвиняли Маленкова? Во-первых, в уничтожении руководства Армении в годы репрессий. Маленков оправдывался, он всего лишь исполнял указания Сталина. А во-вторых, Маленкова считали виновным в организации после войны ленинградского дела. Как можно было ленинградцев обвинить в стремлении в измене Родине, когда они выдержали 900-дневную блокаду? Им достаточно было белый флаг, они у Гитлера все в героях бы были. Вместе с Ласовым. Вот. Они же мужественно сражались против врага, а вы их после войны в 49-м, 50-м году врагами народа сделали. Кроме того, Маленкова напомнили, как он еще при Сталине сказал на партийном съезде, будто в стране больше нет проблемы с хлебом. Почему вы на 19-м партийном съезде, делая отчетный доклад Центрального комитета, заявили, что зерновая проблема, которую стоял, которую перед нами в свое время поставил товарищ Сталин, получать 7-8 миллиардов пудов хлеба ежегодно разрешена окончательно и бесповоротно. Это ваши слова на съезде, в отчетном докладе. Вы же знали истинное положение с хлебом в стране? Он сразу. Мы неправильно определяли урожайность. Я говорю, вы за дураков-то нас не считайте. Вы и урожайность-то придумали, как определять сверху, чтобы подвести базу для этого заявления, для такого решения. Но какая цель была, ведь народ же в свободной торговле хлебом не было, только в городах крупных, в сельских районах, хлеб в магазинах, прикрепленным жителям давались. В последние сталинские годы страна впала в нищету, деревня голодала, но высшая власть продолжала говорить о строительстве коммунизма. Говорю, вот вы такое заявление сделали, а мне в декабре 1953 года принял на Смоленщине район Ершиский, первым секретарем меня избрали, значит, мне пришлось спасать от голодной смерти сотни семей в декабре 1953 года, а ты в 52-м заявил окончательно, разрешена проблема зерновая. Проголосовали единогласно, он достает вот так партбилет, свой уже и скорочек он вынул, сдает и говорит вот так, я делаю такое заявление, я прошу учесть, что я буду в любом положении я буду поддерживать линию партии. Я ему говорю, попробуй не поддерживать. И все. Вот это последние слова, которые он услышал на нашем бюро. И его тут я могу быть свободным? Да, можете ехать домой. И болдыщего Андрея секретарю горкома, Андрей везел, чтобы не мозолил тут глаза. Андрей за ним вышел следом. И он женя, жена там в коридоре ходила, ожидала. Значит, говорит, представь, я свободен, я могу ехать домой. А Андрей -то еще обратил внимание, потом он говорит, он Сидора с тобой уже взял. Думал, что его посадим, как они решали вот таких случаев. Вот так вот. Маленков написал заявление о выходе на пенсию и вернулся в Москву. Жить им с женой было негде, остановились у дочери. Потом его жене разрешили вступить в кооператив, и они получили двухкомнатную квартиру. Они прожили вместе всю жизнь и в больнице их положили одновременно. Валерия Алексеевна скончалась 1 октября 87-го года. Георгий Максимилианч, более крепкий, умер через три с половиной месяца. Он прожил 86 лет в стране, где мужчины в среднем не доживают до 60-ти. Здравствуйте, люди. Вот моя любимая мамуля, которая третий год уже не ходит после инсульта. Из городской больницы выперли через две недели после инсульта, написав в выписке под наблюдение участкового терапевта, кардиолога, невролога по месту жительства, прекрасно зная, что ни одного врача в поселке нету. В январе будет ровно три года, как я бросил работу в Москве на Новой Риге и приехал в Архангельскую область, чтобы ухаживать за мамой. От государства и соцслужб никакой помощи нету. Выживаем на мамину пенсию, от которой после оплаты ЖКХ и покупки лекарств маме остается 10 тысяч рублей. и такой у нас стул и таз есть коляска есть добрые люди подарили, но на улице мы не ходим, так как живем на пятом этаже, мама грузная и нам не спуститься никак вниз туда. На коляске ездим только до ванны, с горем пополам забираемся в ванную, затаскивая ее и моемся, сидя на на табуретке. Спасибо вам за внимание, здоровья вам и вашим близким. Игорь Негода игорь Негода